Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем тему кризиса, который только-только начал разворачиваться в России. Окончательный уход из России большинства западных брендов приведет к потере торговыми центрами до 70% выручки. Надо понимать, что, конечно, от этого пострадают, не скажу олигархи, но те люди, бизнесмены, которые сдают торговые площади в аренду, в первую очередь, они пострадают. Но это, конечно же, потеря и рабочих мест, и потеря налогов для бюджета. Положение вряд ли спасает замену ушедших компаний сетями из дружественных стран и локальными марками, считают эксперты. Первые опасаются выходить в Россию из-за высокой неопределенности, мощности, вторых, невелики, на расширение уйдет 2-3 года. То есть вот эти вот рассказы, ой, да у нас есть свои производители, одежды, обуви и всего чего угодно. Ну, да, ребят, но если вам нужно тысячи игрушек, а наши выпускают только 50, ну, как бы выпустить еще 950, это нужно как-то все это организовать. Это нужно арендовать новые производственные площади, закупить станки, оборудование, нанять сотрудников, которые будут все это сшить, производить. Кто этим будет заниматься? Когда? Это вот уже в один момент это все не делается. Этим надо заниматься. В России не оказалось своего хмеля для производства пива. Мы даже пиво импортозаместить сейчас не можем. Пивовары закупают 7-7,5 тысяч тонн хмеля в год в Германии, Чехии, США. А на российское сырье приходится только 2%. Господи, великая аграрная держава не может хмель вырастить сама. Хмель. Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот, заявил Гинсбург. Директор Центра имени Гамалея Александр Гинсбург сообщил, что состав у капель тот же самый, что и у спутников. И им пользоваться разрешено лицам от 18 лет. Ну все, друзья мои, шик, блеск, красота. Вакцина от коронавируса – это та сфера, которую кризис не коснется. На вакцинах от коронавируса правильные люди будут зарабатывать и дальше. А все почему? Потому что они имеют самого надежного клиента. Это государственный бюджет. Если с кем надо договориться, из госбюджета ты деньги будешь получать сколько угодно времени вперед. При этом даже прокремлевские эксперты, типа Марата Баширова, замечают, ой, ну надо же, специальная амбулатория для пациентов с побочными эффектами после вакцинации против коронавируса при униклинике Аугсбурга, получают от 200 до 400 электронных обращений каждый день. Вот видите, в Германии-то оказывается есть проблемы с вакцинами. Слава богу, что у нас вакцины самые лучшие и надежные. Ребята, а где у нас в России какие-то независимые, независимые, главное слово, эксперты, центры, институции, которые могут сказать, насколько хороша или плоха та или иная вакцина, лекарство, препарат, где они? В Европе можно пойти в суд, можно что-то доказать, можно потребовать компенсации, можно организовать общественное движение, которое будет бороться за права, подать коллективный иск. У нас в России все, это невозможно. У вас какие-то побочки? Вы знаете, это не связано с вакцинацией. Вот то, что Владимир Вольфович умер после девяти уколов, это никак не связано с вакцинацией. Это просто совпадение. Игорь Ашманов, наш замечательный прокремлевский эксперт в области кибербезопасности, сделает разгромное выступление, рассказывает, как мы должны были готовиться о масштабах ведущейся Украины кибервойны против России. В эту работу очень сильно включились так называемые арбитражники трафика. Это люди на Украине, которые до последнего времени занимались всяким сетевым мошенничеством, скликиванием трафика, продвижением всякого мутного трафика, который умеют перенаправлять пользовательский трафик, размещать рекламу, фальшивую рекламу, управлять им и получать за это деньги. В России можно было подготовить таких специалистов? Легко, они у нас есть. До этого они занимались всякими мутными делами, а сейчас почти все они, а это тысячи человек, переключились на создание, публикацию, распространение фейков об украинской войне и пропаганды, направленной на нас и Белоруссию. У нас есть фабрики, тролли и фабрики ботов? Однозначно, об этом огромное количество свидетельств и информации, даже адреса, все явки, пароли, все известно. Последний крупный репортаж об этом писала Фонтанко. Кремлеботики, как они работают в Санкт-Петербурге. 200 человек в смену. Только знаете, чем они занимаются? Вместо того, чтобы бороться с украинскими фейками и пропагандой, они борются с навальнятами, с оппозиционерами. Вот такие приоритеты у нас. А вы потом удивляетесь, почему у нас все так плохо с информационной борьбой? Там есть чаты, часть из них управляющие, часть креативные, а часть репозиторий, где хранятся уже десятки тысяч единиц контента. В некоторых из этих чатов сотни тысяч подписчиков, они сами пишут про бюджеты. Только в одном сегменте, ориентированного на Россию, таргетированного контента, они заявляют 50 миллионов гривен в день. Курс гривны сейчас 3,5-4 рубля. Это 150-170 миллионов рублей в день. То есть миллиард рублей за неделю. Простите, пожалуйста, у России нет миллиарда рублей за неделю? Для информационной войны, у нас это открыто говорят, военная спецоперация, это вот столкновение на Украине, боевые действия, спецоперация, экономическая война, информационная война. Это у нас все депутаты говорят, министры, Путин говорил. Нам объявлена информационная пропагандистская цифровая война. Кстати, цифровая это немножко другое, это про хакерские атаки, но без разницы. И у нас нет 50 миллиардов на год. Конечно, для бюджета это копейки, это вообще не проблема. Это меньше 1 миллиарда долларов. У нас в результате всей этой истории заморожено, я напомню, 320 миллиардов долларов. А это полмиллиарда долларов. При желании это все можно было организовать в два счета. Можно представить, что этой банда арбитражников таких денег своих быть не может. Конечно, это все оплачивает американцы. Короче, они наши же деньги потом в итоге и спишут на эти все расходы. Из наших замороженных кубышек они это все и возьмут. Короче говоря, Ашманов с умным видом рассказывает, как против России ведут агрессию западные непартнеры. У меня только один простой вопрос. Почему вы главного-то не замечаете? Вы в зеркало посмотрите. У нас в России полно экспертов, которые все понимают, все знают. Но почему-то решения принимают чиновники, министры. Им глубоко наплевать на этих экспертов. Поэтому Россия проигрывает. И никакой критики мы не выскажем. И Путин молодец, что он не организовал информационное противоборство. И Маргарита Симоньян, которая профукала ресурс Russia Today, на которую была сделана ставка, и в итоге она полностью проиграла. Маргариточка наша, дорогая Симоньян. Вот еще одна история. Это чудесный человек. Не скажу умалишенный, не скажу ни от мира сего, но скажу блаженный. Блаженный, ну, со старославянского, счастливый. Счастливый, знаете, заповеди блаженства, заповеди счастья. Антон Германович Силуанов, дорогой наш друг, выступает и рассказывает. Вы знаете, ведь даже какие-то проблески разума и адекватности даже в его словах наблюдаются. Россия выполнила свои обязательства. Но не так, как это видел Запад. По внешним долгам. Рубли. Запад называет это дефолтом. Дефолт или не дефолт? Российская Федерация, как надежный заемщик, сделала все возможное, чтобы выполнить свои обязательства, как это и происходило раньше. То есть в тех валютах, которые... Знаете, это гениальный вообще подход. Всегда рассказывать, что мы белые и пушистые. Мы бедные и несчастные. Мы сделали все. Нет, не все. У нас в России есть еще собственные золотовалютные резервы в золоте физическом. У нас есть здесь накопление в юанях. Мы могли бы выплатить в иностранной валюте. Мы могли бы выплатить... Все-таки изыскать резервы в долларов и евро. Мы могли бы выплатить наши долги по контрактам, по договорам в иностранной валюте. Мы сказали, нет, мы будем платить в рублях. Мы... Нет. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что в условиях такого ужесточения отношений других вариантов и быть-то не может. Но говорить при этом о том, что мы сделали все, что могли, ну это ложь. Вот как эти люди даже в мелочах врут? Как им после таких вещей верить? По которым мы и осуществляли заимствование. То есть, в первую очередь, в долларах. С чем мы столкнулись? Счета валютная Минфина заморожена. Золотовалютная резервы Центрального банка заморожена. Тем не менее, мы до последнего момента, даже в этих условиях, проводили наши расчеты в долларах перед своими обязательствами, получая так называемые лицензии, разрешения. Ну и зря. Не надо было ничего проводить в долларах и евро. Если нам объявили экономическую войну, а вы вот это вот с такой улыбочкой продолжаете платить в долларах и евро, ну молодцы. На задействование наших валютных средств. Что произошло? Западные страны прекратили возможность использования наших замороженных средств для оплаты наших обязательств перед внешними кредиторами. Наказав тем самым своих же собственных инвесторов. Перед российскими кредиторами мы рассчитались и будем рассчитываться теперь в рублях. Если это дальше будет продолжаться, мы будем рассчитываться в рублях, так же, как перед нашими резидентами, держателями еврооблигаций. Это мы и сделали. Перечислили наши деньги на счет российских депутатей в рублях. Российская Федерация, как надежный заемщик, пыталась всеми методами исполнить свои обязательства. Но политика западных стран, которая нацелена на то, чтобы помешать всячески выполнить России свои обязательства, привела нас к тому, что мы вынуждены рассчитываться не в валюте платежа, а в валюте Российской Федерации. Что было? И знаете, какой вывод из этого делает гражданин Силуанов? Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. И что? Будет ли западный суд стоять на стороне России? Даже Силуанов это понимает. Он сам говорит, я не верю в беспристрастность западного суда. В чем тогда смысл? Если заранее понятно, что нас пошлют куда подальше. То есть, на мой взгляд, сейчас, если уж у нас такие жесткие терки с Западом происходят, мы обязаны, обязаны, я подчеркиваю, обязаны в целях национального суверенитета и безопасности изыскать такие возможности давления на Запад, шантажа, если хотите, Запада, чтобы они вынуждены были пойти нам навстречу. Силуанов говорит, не-не-не, мы белые и пушистые, мы ссориться ни с кем не будем. Не, мы, конечно, будем судиться, конечно, суд нас пошлет куда подальше, но больше делать мы ничего не хотим. Но это звучит как предательство. Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 2,1% пункта. Минимальная ставка теперь составляет 16,9% годовых. Клиентам, которые подали заявки на прежних условиях и уже получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку. Еще раз, даже если вам уже одобрили заявку, все равно ставки будут по новым вот таким вот грабительским процентам. Или это имеется в виду, что ставки по 19% пересмотрены в сторону уменьшения. В любом случае это грабительские проценты. Никому не рекомендую под такие проценты брать ипотеку вот прямо сейчас. Попытайтесь выждать хоть какое-то время, месяца хотя бы 3-4, полгода. Если вам вот срочно надо покупать жилье, рассмотрите вариант хоть сколько-то подождать. Хотя с другой стороны, в принципе, можно попытаться потом и рефинансировать, если вы готовы рискнуть. Рефинансирование – это переоформление кредита по изменившимся условиям. То есть если через несколько месяцев на Биулина еще уменьшат ставку, и банки вслед за этим тоже будут давать кредит ипотечный под меньший процент, соответственно, можно будет попытаться переоформить это все. Вот теперь дошли до самого интересного. Несмотря на высокие показатели самообеспеченности, то есть нам же сказали, Россия обеспечивает себя зерном, молоком, яйцом, всем обеспечиваем себя. В стране пока не удалось решить проблему недоедания большинством граждан молока, рыбы, фруктов, если сравнивать фактическое потребление с нормами Минздрава. Судя по данным холдинга Ромир, сейчас 97% городского населения РФ не добирают нормы по молоку, 89% по фруктам, 83% по рыбе. Недобор в ряде случаев выявлял и Росстат. Подождите, еще раз. Нам рассказывают, что Россия обеспечивает себя по большинству важнейших продуктов питания на 100%, ну или на 90%, на большой процент. 97% городского населения, понимаете, горожане, у которых, казалось бы, больше денег, чем у сельских жителей, так у нас работает экономика современная, путинская, что у нас на селе люди выживают и в городах еще более-менее. 97% горожан не добирают молока, не доедают молока. 89% не доедают фруктов. 83% не доедают рыбу. 97% городских покупателей, судя по исследованию Ромира, потребляют молока и молочных продуктов, меньше рекомендованных рациональных норм Минздрава. 89% потребляют меньше фруктов, 83% рыбы, есть проблемы с мясом. Меньше нормы потребляют 76%. Не так много, как могло показаться, едят российские городские жители и круп. 68% не добирают до нормы даже круп, то есть гречки, овсянки, пшенки. Одновременно с этим 70% переедают хлеба и хлебных продуктов, 75% кондитерских изделий. Что это такое с точки зрения физиологии, если упрощенными словами говорить? Переедание быстрых углеводов, резкий скачок сахара, инсулина в крови, это легкое ощущение эйфории, энергичности. Поел сладкого, выпил чайку с метком и сразу чувствуешь себя хорошим и активным. Первые полчаса максимум. А потом у тебя наоборот апатия, сонливость, усталость. Вот люди в попытке себя хоть как-то подбодрить, поддержать и настроение себе поднять, тортика поел, пирожное съел, и ты чувствуешь себя, ой, хорошо, жизнь-то продолжается, солнце как-то ярче заиграло. Это что-то вроде легкого наркотика. Это высасывание ресурсов из организма. Вместо того, чтобы получать качественные витамины, нутриенты, клетчатку из фруктов, овощей, рыбы, мяса. Это же очень дорого. Люди закидываются всяких хлебных продуктов. В перспективе, это одна из серьезнейших причин ранних смертей от желудочно-кишечных заболеваний, от онкологии, от эндокринных заболеваний. Сахарный диабет — это только одна из причин. И, конечно, сердечно-сосудистых. Неправильное питание. Питание — это же молекулы, которые потом строят наш организм. Есть четкое соотношение, сколько нужно цемента, сколько нужно песка, сколько нужно кирпича. А что, если не хватает, например, цемента? И в строительном растворе песка в пять раз больше, чем должно быть. Вы представляете, какой урон прочности здания это нанесет? Если кто-то строительные аналогии лучше понимает. СБС публикует новый опрос общественного мнения в США. Поставки о вооружении Украине поддерживают 72%. Экономические санкции против России — 78%. Среди сторонников санкций почти три четверти, 74%, выступают за их усиление. Подавляющее большинство опрошенных считает, что поддержка Украины соответствует интересам США, ибо позволит остановить российскую агрессию 87% или сохранить жизнь украинцев. Более половины 55% участников опроса не считают, что администрация Байдена делает достаточно для Украины. Друзья мои, у нас сейчас многие очень говорят, вот, в России кризис, но ничего, мы сейчас потерпим. Вы посмотрите, что на Западе происходит. Цены на бензин, цены за коммуналку, за отопление, значит, проблемы с удобрениями, проблемы с продуктами питания. И ужас, ужас. А вот опрос. Они не только говорят, что надо дальше продолжать санкции, они говорят, что надо их усиливать. Люди, которые уже видят кризис, но у них там пропаганда тоже работает, и их пропаганда эффективнее нашей, намного. И американец верит, что надо дальше давить Путина, а значит, санкций будет гораздо больше. А значит, верить, что вот сейчас мы заживем. Друзья, вас обманывают, вас вводят в заблуждение. Я искренне благодарю всем, кто сейчас не отписывается, кто продолжает следить за реальными новостями, которые я для вас собираю. Благодаря тому, что нас достаточно много, благодаря вашим лайкам, репостам, комментариям, мы хотя бы можем просвещать каких-то людей. Постоянно. 2000 человек подписалось, 2000 человек отписалось. Вот статистика моего канала все время скачет туда-сюда. Кто-то отписывается, им не нравится то, что я рассказываю, а кто-то потом, наоборот, подписывается. Потому что людям не хватает правды. Я вас прошу, активнее ставить лайки, делать репосты, высказываться в комментариях. Потому что вот беспрецедентная дезинформация льется сейчас на голову россиянам. Нам рассказывают, что Запад прям страдает. Да, страдает. Но им нравится это. Им нравится идея поставить Путина на место. И Россию в целом. И мы от этого пострадаем ничуть не меньше, чем Запад. По словам министра Мантурова, Россия еще в 2014 году начала активно заниматься проектом по импортозамещению в условиях санкционной политики западных государств. Простите, чё? Однако сейчас перешла уже на второй этап его реализации. Если за 8 лет мы занимались импортозамещением и импортозаместили примерно нихрена, то теперь начинается второй этап. И за следующие 8 лет мы сделаем такой же нихрена? Такие люди, как Мантуров, они исходят из следующей логики. Ну смотрите, Запад сейчас мучается, страдает, они скоро отменят санкции, импортозамещать нам ничего не придется. Что-то мы купим в Китае, что-то нам снова начнут поставлять западно, и всё хорошо. Прекрасная маркиза. Реальность совсем другая. В реальности американцы поддерживают новые санкции против России. А значит, нам необходимо срочно наращивать импортозамещение. Такие люди, как Мантуров, я так понимаю, Мишустин и все остальные, они просто не собираются этим заниматься. Я напомню, неделю назад премьер-министр Мишустин делал отчет в Госдуме. И его спросили, ну как бы вот, что там у вас в правительстве происходит? Он говорит, у нас все сильные эксперты, супер-пупер-специалисты. Ни одного слабого звена, все молодцы. То есть Мантуров тоже молодец. А можно увидеть, что с 2014 года он реально сумел добиться? Что у нас импортозамещено? Я вам показывал. Больше половины автомобилей Лада, Лада Веста, Лада Гранта, это импортные запчасти. Больше половины составляющих КамАЗа, это импортные запчасти. Продукты питания мы недоедаем. Одежда – импорт. Обувь – импорт. Лекарства – импорт. Простите, пожалуйста, а где успехи? Хватит врать. Прорываем информационную блокаду. Вместе мы селы, вместе мы обязательно победим. Надеюсь на вашу активность. Берегите себя, мы обязательно победим. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok